Ребята, скажите мне, как обычно первым делом, есть ли звук, как меня слышно? Жду. Слышно хорошо? Все, здорово. Да, ребят, у нас еще будет сегодня сразу же идти трансляция. На YouTube-канале это будет первый открытый эфир. И чтобы вы посмотрели вообще, что у нас вообще творится в закрытом клубе. Вот, и чтобы понимали, что у нас идет, будет вот такой прямой эфир. Вот. И мне сегодня придется смотреть на нескольких гаджетах, видимо, как, что идет, потому что я сейчас посмотрю, запустился ли прямой эфир. И начну. Так, что-то у меня пока темное поле. Эфир идет, мне пишет, да? У меня просто он не идет, видимо. Все. Эфир идет. Давайте я тогда вам... Да, только почему-то мне кажется, что по YouTube он идет очень темно. Нет? Не очень темно. Поярче, да? Вроде. Все. Будет такой новогодний эфир. Все, все. Спасибо. Я увидела, услышала, что эфир идет. Ребят, у меня очень было очень-очень много вопросов про то, что такое лимфатическая система. Есть ли она, существует ли она, как она вообще влияет на нас. Я вам могу сказать такое, что даже в закрытом клубе я не могу дать всю информацию про лимфатическую систему. Потому что, как бы это не звучало, может быть, пафосно, может быть, еще что-то. Но все, что связано с нашей кровью, очень много информации, она закрытая информация. Закрытая информация на правительственном уровне, я бы так сказала. Потому что с кровью, с кровью связано намного больше, чем с нацией. То есть нация по сравнению с кровью, это даже цветочками не называют. Но давайте я вам расскажу так, как я вижу. То есть я еще раз повторюсь. Я не научный сотрудник, я не медик. Я на сегодняшний день вижу те процессы, которые идут в человеке. Вижу это своим зрением так, как я вижу. И на сегодняшний день я просто пытаюсь объяснить, не знаю еще, насколько это понятно будет. Пытаюсь объяснить, чтобы вам было понятно тоже на простом языке, но более как-то скомпонован. Потому что я вижу это через энергетическую призму. То есть это не как картинки мы видим, а через энергетическую призму. И мне нужно как-то преобразовать это в общедоступные слова. Поэтому давайте я сначала... Что такое лимфатическая система? Так, чтобы я смотрела вопросики. Я вот так вот еще посмотрю. У нас тут с детьми играли в монополию, пока ждали эфира. Что такое лимфатическая система? Это общая масса органов, образующая лимфатическую систему. Это примерно 5 килограмм вот этой вот слизи в нашем организме. Это составляет примерно 10% всех клеток организма. Лимфатическая ткань есть везде, где есть попадание бактерий в организм. То есть практически везде в нашем организме. Глоточное кольцо и миндалины стоят на пути первыми к бактериям, а далее уже бронхи. Почему нам очень часто бывает, что неудобно дышать, неудобно говорить, либо заболевания какие-то горла и полости рта. Так, больше всего скопление лимфатической ткани в пищеварительной системе, как мы с вами и предполагали. Она другого цвета энергетического, поэтому ее очень хорошо видно. И кто видит энергетическую систему, те могут спокойно абсолютно сказать, кушает человек на малоедении он, на всеедении, либо еще что-то. Лимфатическая ткань в пищеварительной системе в виде солитарных фолликул и в виде фиеровых бляшек, слизистой оболочки кишечника. Аппендикс, который у нас у большинства вырезан, у меня не вырезан аппендикс, буквально нам бит лимфоидной ткани. Я могу вам сказать, ребят, что у меня получается, что у меня на сегодняшний день не вырезаны никакие органы. Вот аппендикс бывает часто, удаляю там еще какие-то аденоиды, гланды, коренные, не коренные, а зубы мудрости, либо еще что-то. У меня это все стоит на месте. Может быть, кривое, косое, но стоит. Вот. И как раз в аппендиксе там постоянное противостояние за выживание, за выживание клеток. Тимус – это центральный орган лимфатической системы. Тимус у нас существует как регулятор лимфатической системы. И тимус, он не просто регулятор, а у нас, у многих людей, к великому нашему сожалению, он у нас выключен, отключен, не знаю, как правильно сказать, в спящем режиме. И, может быть, вы слышали неоднократно, что когда начинают, пока не запустят тимус, у вас не улучшается не то, что физическое состояние, но и чаще всего не улучшается даже внешнее состояние вашего мира. То есть все, что с вами происходит, бывает в таком состоянии «замри». Это как раз, когда они работают у нас в тимус, и когда тимус у нас в выключенном состоянии, то у нас отключены определенные нервные соединения, которые ведут к определенным фрагментам нашей психики, которые отвечают за тот или иной фрагмент нашего жизненного пути. и за счет этого мы бываем не чувствительны к определенным ситуациям, что в результате мы не можем решить какие-то вещи, которые для другого человека кажутся абсолютно банальными. Вот, если понятно, вот я вот так вот, наверное, выражусь. И чтобы тимус запустить, да, самое простое – это вот это вот простукивание, да? И опять же, простукивание вверх, то есть откуда поступает, туда мы и выстукиваем. Всегда вверх идет простукивание. Вот. Лимфа по своим физико-химическим свойствам практически не отличается от плазмы крови, только по содержанию белка. И я вам могу сказать, что лимфа присутствует в теле человека в соотношении больше или меньше, то есть лимфатическая система – это регулятор нашей жизни, это то, что управляет нами. И лимфатическая система, она непосредственно привязана к группе нашей крови. Первая положительная отрицательная, вторая, точно так же третья и четвертая. Я сейчас не буду делать упор, где лимфатическая система присутствует больше, в какой группе крови, потому что еще раз говорю, что это очень закрытая информация на правительственном уровне. Это не пафос, это не чтобы я там себе что-то там каких-то перьев и перов пытаюсь нахватать, и что там, походите за мной, поспрашивайте, я вот вам не буду отвечать. Нет, это действительно так. И если я вам дам больше информации, чем я вам дам, то не факт, что мы с вами сможем продолжать общаться в таком непосредственном формате, как бы оно печально не было. Вот, поэтому лимфатическая система в большей или меньшей степени присутствует в том числе в зависимости от нашей группы крови. Кровь проходит через артериальный участок капилляра, где преобладает гидростатическое давление. Поэтому кровь фильтруется через его стенку в окружающую ткань в венозной части капилляра, где анатомическое давление выше гидростатического происходит засасывание. Понимаете, да? Где выше, там происходит засасывание. Лимфы обратно в кровеносное русло, но возвращается обратно не вся жидкость. То есть понимаете, да, что в венозной части капилляра, где анатомическое давление выше, вот капиллярчики, которые более у нас разработаны, почему я все время вам говорю, вот эти вот всякие, как мне кажется, какие-то, мне кажется, как мне написали, какие-то у вас долбанутые упражнения для первоклашек. Да, ребят, я вам говорю, не просто так вот эти вот долбанутые, то есть я, я же с каждым разом все больше начинаю видеть, и я не сразу же могу вам рассказать то, что, например, месяц назад я не могла рассказать то, что сейчас вижу, а через месяц я, наверное, скорее всего, уже смогу рассказать больше, чем я вижу сейчас. И это естественно, и когда я вижу, что вот здесь вот капилляры, ну, это образно, да, если вот здесь вот капилляры не проходят, здесь, в области кончика пальцев, на мочках ушей, наши губы, почему очень опасно делать инъекции в губы, девочки, если кто-то уже сделал, то сделай, если кто-то еще не сделал, не делайте никакие инъекции в губы, вы напрочь убиваете капилляры, то есть они вот этим вот гелем, или что там, вкачивают в губы, они пережимают капилляры, и когда идет пережатие капилляров, то вот в эту ткань больше попадает лимфатической жидкости, и тогда у вас может высыпать герпес чаще, чем обычно, там еще что-то, но это просто как пример, да, и это касается абсолютно всего, когда вот сюда вот делают, да, чтобы не было каких-то морщинок, неважно чего, вы перекрываете мелкие капилляры, как только вы перекрываете мелкие капилляры, то получается, что гидростатическое давление, оно засасывает обратно в кровь, вот это вот кровеносное русло, лимфу, и возвращается не вся жидкость, то есть получается, что в кровь возвращается меньше жидкости, чем остается в лимфе, чем больше в лимфе остается вот этой жидкости, тем больше у нас начинаются заболевания, то есть вот эти вот лимфатические бляшки, вот лимфатические зужбы, и раздутые, там здесь, здесь, да у нас самые большие лимфатические условия, паху, это как раз вот все от того, когда у нас нет вот этих вот передвижений, почему говорят, что нужно заниматься спортом, потому что когда мы спортом занимаемся, у нас вот эти вот микрокапиллярчики, они больше открываются, начинают кровь бурлить, но опять же, что значит заниматься физкультурой, я опять же повторюсь, физкультурой, потому что когда мы занимаемся, когда кто-то занимается профессиональным видом спорта, то в профессиональном виде спорта, когда лимфатическая система, оно пересасывается, кровеносное русло получается меньше, чем лимфатическая система, и отсюда идет как угнетание головного мозга, так и угнетание всей нервной системы, которая идет в человеке, то есть полностью в его организме, почему эти спортсмены чаще болеют, почему они даже психологически очень подвержены любым психическим заболеваниям спортсмены, как бы вспомните, посмотрите, вот спортсмен, если он добился каких-то огромных результатов, и у него что-то пошло не так, если в обычной жизни, для обычного человека это стандартная ситуация, в которой он может радоваться, пребывать и дальше продолжать свой образ жизни, то какой-либо глубокий спортсмен, я бы так назвала, он не выживет с этой ситуацией, и он войдет в какие-то невозвративные изменения своей психики, в том числе алкоголизм, наркотики и всякое разное, это как раз идет вот отсюда, когда очень сильно разогнана лимфатическая система, которая, когда ее больше, чем кровоток. Вот, и в лимфатическом капилляре давление ниже, чем в окружающей ткани, однако в поперечном сечении оно всегда имеет это происхождение благодаря специальным крепящим нитям, то есть если мы посмотрим, блин, я не могу сказать в разрезе, я в разрезе не разнивала лимфатическую систему, но если мы на нее посмотрим, как энергетически, если у нас вена, где течет кровь, она круглая, то лимфатическая система, она получается в виде вот такой вот звездочки, то есть она получается вот так вот присасывается, то есть лимфатическую систему, проще вытащить все жилки из нашего организма, чем выдернуть лимфатическую систему, потому что она привязана как минимум пятью присосками, то есть она получается, сейчас попробую вам нарисовать, как я ее вижу, это не факт, что она есть, ребята, это так, как я ее вижу, в энергетическом плане, поэтому, если кто-то сделает мне замечание, если кто-то увидит это по-другому, то я буду благодарна, и я рассмотрю еще и ваши варианты, возможно, я что-то не так увидела. То есть я ее вижу вот так, вот такое вот гнездо лимфатической системы, которое вот так вот привязано к соединительным тканям. Именно поэтому ее куда-то передвинуть или изгнать от себя намного сложнее. Вот, это что я вижу, как что значит в поперечном сечении. Якорные сечения, которые растягивают сверх стенки капилляров, это вот это вот я называю якорные сечения, которые растягивают вот эти вот стенки капилляров. Поэтому его просвет совпадает, его просвет не спадает даже при отеке. То есть если у нас, например, какие-либо отеки, особенно очень часто бывает такое у ребят, когда после сухих дней, да, вы, наверное, замечали, выпили меньше, чем обычно, вы пьете в обычные дни, а у вас вышли с сухих дней, и у вас сразу же весь организм начал отекать. У вас он начал отекать. Получается, что когда отекаете, бывают такие неприятные ситуации, неприятные ощущения, бывает, что морозит. И вы видите, что у вас прям отек на всем теле. И у вас за счет этого отека у вас получается, что кровеносные системы пережимаются, а лимфатическая система нет. А лимфатическая система, она идет именно тем ходом, которым она и идет. И мы сейчас подойдем, как раз я вам расскажу, что такое лимфатическая система. Это вообще абсолютно не так все просто, и с ней нужно настолько работать, что как нам даже не снилось. Потому что капилляр представляет собой тонкую трубку, состоящую из одного слоя эндотелиальных клеток. Вы потом посмотрите, если захотите, что это такое, потому что мне тоже не очень легко было с этим разобраться. Между отдельными клетками есть щели, которые прямо в межклеточку, которые открыты. Есть клетки вот такие вот. Ну вот клетки они, да, так вот я их нарисую. Вот клеточки, да. А вот это вот между клеточек, вот это вот якорное, якорное вот это вот сооружение у нас идет. И получается, что эндотелиальные клетки, которые между отдельными клетками, есть щели, которые прямо в межклеточную ткань входят. То есть лимфа попадает прямо в межклеточную ткань. Она настолько эластичная, что она может попадать даже туда. И это на энергетическом, вибрационном уровне очень-очень видно. Именно поэтому в лимфатический капилляр вместе с жидкостью встасываются коллоиды, эмульзии и даже целые клетки. Что это такое? То, что в лимфатическую систему встасываются капилляры, то есть те капилляры, которые у нас же капилляры, у нас не все капилляры стоят на одном месте. Бывает, что у нас как бы их, когда они в состоянии не в состоянии эластичности, давайте я так назову. Еще раз повторю, что я не медик. То эти капиллярчики, они как будто бы пережимаются. Вот такой вот капилляр, вот эта вот вена, например, и от нее идет вот такой тоненький капиллярчик. И вот если он недостаточно эластичный, он как будто бы пережимается здесь. И если бы не было у нас лимфатической системы, то кровь бы его разогнала. Но так как у нас есть лимфатическая система, то она как будто засасывает, как раз засасывает. Тогда, когда анатомическое давление выше гидростатического, она его засасывает, и этого капиллярчика здесь больше нет. Если капиллярчика нет здесь, то получается чувствительности вот этой вот здесь нет. Если здесь нет этой чувствительности, то мы на какой-то тысячную потеряли, еще потеряли свою чувствительность к чему-либо. А если их в сутки в лимфатическую систему засасываются миллионы, сколько мы теряем чувствительности, которую потом восполняем какими-либо действиями, либо эмоциями. А эмоции с чем связаны в первую очередь? Конечно, с едой. Но это еще не все. Что еще такое, что засасываются целые клетки? Что значит засасываются целые клетки в лимфатическую систему? Каждая наша клеточка это целый космос, которые общаются между собой. В каждой нашей клеточке это родовая память, которую мы сейчас с вами идем на раскрытие этой родовой памяти. И когда засасываются целые клетки в лимфатическую систему, как в черную дыру, в черную прорву, то мы теряем свою генетическую память, что нам не дает возможности развиться настолько, насколько мы были готовы к развитию при рождении. Представляете, ребят? И когда мы говорим, что мы через чур занимаемся, я бы, наверное, не кидайте в меня помидорами спортсмены, но я все-таки придерживаюсь, что спорт, в том числе и спорт, должен развиваться и употребляться в удовольствие и в меру. потому что, когда мы занимаемся через меры в состоянии спорта, то мы лимфатическую систему разгоняем намного больше, чем кровеносную. Если мы разгоняем ее намного больше, чем кровеносную, то наши клетки попадают в лимфатическую систему, и у нас уже нет тех возможностей, если бы мы занимались спортом в удовольствие и для своего здоровья, и для своего оздоровления, а не для кубков, не для чего-либо. Потому что все мы прекрасно понимаем, что если бы нам было бы не для кого, то мы бы себя не изнуряли до такой степени спортом, когда мы просто не можем встать. Мы бы им занимались в удовольствие на постоянной основе. Что такое в удовольствие на постоянной основе? Это когда вы, грубо говоря, вышли утром, да, куда-нибудь, и начинают, то там походили, там побегали, там попрыгали, там постояли, там посмеялись, там поплавали, там посидели, там помечтали. И вот так вот в постоянном движении происходили, если происходила вся наша жизнь, это и есть наша естественная среда обитания. Это, опять же, на мой взгляд, вы можете с этим абсолютно не согласиться. Но если мы идем на тренировки несколько раз в неделю, еще и по несколько тренировок в день, и приходим домой, что там сказать ничего не можем, мы себе ставим галочку «Я молодец», то представляете, что с нами происходит, что с нами происходит внутри нас, когда мы этого не можем видеть и, конечно же, не можем ощущать. То есть у нас чувствования, они просто пропадают через убирание капилляров, через которые уже не сможет пройти определенный кровоток, через который не может пройти определенный ток нервной системы, потеряна наша чувствительность какая-то. Если потеряна наша чувствительность, то мы через эту чувствительность, да, она минимальна, но представляете, сколько ее уходит ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Сколько бы мы могли чувствовать. И еще раз повторюсь, что такое чувствование, почему мы не можем прийти к чувствованию самого себя? именно потому, что у нас очень много всего атрофировано, а когда у нас очень много всего атрофировано, тогда мы чувства заменяем эмоциями. Вот. Поэтому в организме создается еще одно дополнительное к венозному дренажное русло, по которому течет лимфа. И возможно я еще разберусь чуть попозже. И вам, если с этим эфиром у нас не будет никаких проблем, то возможно я еще глубже залезу в лимфатическую систему и расскажу вам. Я уже залезла, но я понимаю, что многих вещей просто я просто не смогу сказать. Но ребят, в нас это целый космос. И я настолько понимаю, что мы очень уникальны, что мне хочется не просто какими-то словами либо через какие-то действия, которые я знаю сейчас, привести вас к самим себе. То есть какая моя цель? Моя цель не выкатить себя, какая я молодец, что я такого добилась, что у меня такой образ жизни, что еще что-то. не про меня. Моя цель, чтобы вы, чтобы вокруг меня больше было, намного больше все осознанные, пробужденные, просветленные, назовите, как хотите, люди. И чтобы таких людей было больше, чтобы я жила в этом обществе, именно поэтому я вам пытаюсь, насколько у меня получается, донести не только информацию, но и какие-то методики и познание самого себя, чтобы вы не бегали за какими-то гурами, за какими-то спикерами, за кем-то еще, чтобы вы максимально могли прийти к самому себе. И именно поэтому, чтобы вы могли максимально прийти к самому себе, я сейчас у меня со вчерашнего дня, не со вчерашнего, чуть-чуть пораньше, начались переговоры с врачами и с определенной клиникой, которую я не буду называть, которые будут несколько врачей, которые будут независимы, не знать друг о друге, не знать ни мой образ жизни, ничего, просто по моим результатам анализа. Посмотрим, в каком состоянии находится мое физическое тело, чтобы я могла еще больше вам рассказать, чтобы я могла еще больше вас направить в какие-то определенные моменты. И сейчас у меня идут заключения договоров, подписания договоров, обязательств, и после Нового года у меня идет полный спектр, сначала я прохожу все анализы, которые только можно себе представить, они, конечно, ребят, я не ожидала, что я давно очень не была в медицине, я не ожидала, что они такие, так это все будет дорого. Это действительно очень дорого, для меня, по крайней мере, потому что кто бы как не писал, нет, я не зарабатываю миллионы пока, вот, и для меня это действительно так ощутимо, вот, и после сбора всех анализов, я на две недели ложусь в клинику на дальше на полное обследование под присмотром, под присмотром определенных врачей, вот, я, конечно же, буду вести эфиры только на, по этому поводу только на своих каналах, это на своем ютубе, и, конечно же, на своем ютубе, и, ребят, вот, в телеграм-каналах, которые у меня есть, у меня есть телеграм-канала, это Лаврова Светлана, это закрытый лайврум, и чат общения, это школа автономии, вот, там я буду, конечно же, все рассказывать, что, какие у меня прошли обследования, что они значат, потому что будут несколько независимых врачей, которые не знают, некоторые, некоторые не знают мой образ жизни, и поэтому они будут все мне выдавать по результатам, анализам свой вердикт, мы будем все это с вами складывать, и я вам буду говорить, что произошло с моим организмом за этот период, что у меня так, что не так, а единственное, когда я буду уже в клинике, мне нужно будет на какой-то период, ну, наверное, на неделю, сказали, что этого будет достаточно, ну, по крайней мере, вот, пока такая информация, мне нужно будет восстановить водный баланс, то есть, чтобы проверить полностью почки, нужно будет на несколько дней восстановить водный баланс, потому что так, кто знает, что почки не проверить, их можно только сделать УЗИ, посмотреть, а как функционируют надпочечники, вы никогда не посмотрите, если туда не запустите воду, то есть крови одной будет недостаточно, вот, и полное, полное, полное обследование, это займет у меня два месяца, да, это не просто сходить сдать кровь, и потом сказать, ой, у меня все хорошо, вот смотрите, да, это действительно такое, решила все-таки на такой длительный процесс пойти, это займет два месяца, вот, это два месяца займет, но это в начале февраля, это у меня все закончится, в первых числах февраля, и как раз в марте, который будет ретрит, с 3 по 7 марта, в марте я уже могу сказать не только ту информацию, которая по мне, по ребятам, но и прохождение тех анализов, тех результатов, тех обследований, что было, что есть, как на что влияет, я уже смогу не только ребятам это показать, рассказать в ретритах, не только вывести каким-то к определенным состояниям, не только через физическое тело, но и, конечно же, через ментальное тело, и уже это будет достаточно глубокий ретрит, я уже говорила, это будет с настоящим шаманом, который больше 30 лет в шаманизме, наверное, так правильно сказать, да, он, конечно же, посвященный шаману уже очень давно, он не светится нигде, то есть про него нигде нельзя посмотреть, нет, в определенных кругах про него можно посмотреть информацию, неправильно говорю, а какого-то там ютуб-канала либо еще что-то у него нет, им это запрещено, они не работают, ну как, не о том, что они работают за деньги, а у них не нацелено это на финансовое благополучие, так, наверное, так я бы сказала, да, у них немножечко другая стезя, они проводники в иные миры, и вот чтобы мне правильно провести людей, чтобы ему правильно, чтобы нам с ним правильно провести людей в иные миры, мне нужно посмотреть, что происходит с моим телом, насколько я к этому готова, насколько я могу людей к этому подготовить, чтобы они у нас, ну потому что это достаточно глубокие процессы, и чтобы я могла понимать, что люди у нас действительно смогут как физически, так и психологически пройти все эти процессы, потому что они будут достаточно глубокие. Вот такой вот коротенький эфир получился у нас, сейчас я посмотрю, ребят, есть ли какие-то вопросы на ютубе. Так, нет, слышно и видно, только написали, и добрый вечер написали. Вот, ребятки, ну, вот что я вам хотела сказать, насколько, насколько я сейчас подготовлена, я вам раскрыла эту тему, и рассказала, что у меня дальше идет в процессе у меня, у вас, потому что вы же точно так же наблюдаете за мной, и это, наверное, это, наверное, очень важно, да, это действительно важно. Вот, если есть вопросы какие-то, ребят, напишите, если нет вопросов, то я буду заканчивать, и мы с вами на этой неделе еще увидимся. Получается, лимфа – это подселенец, я бы сказала так, что лимфа – это не совсем подселенец, да, вот смотрите, такие вопросы глубокие я на открытых эфирах не говорю, потому что лимфа и мозг – это не то, что и мозг, да, как бы ни было, это не то, что нам необходимо для нашего благостного существования, я бы так сказала, но могу сказать абсолютно точно, что, во-первых, что ребенок рождается, каждый ребенок рождается без лимфатической системы, это первый момент, и второй момент, что когда ребенок формируется, то последний орган формирования данного ребенка – это головной мозг, один из последних, я бы так, наверное, сказала, будет правильно, да, потому что здесь уже у некоторых профессоров есть разногласия, поэтому я не буду туда лезть, вы можете это сами все посмотреть, возможно ли чистить лимфу, чистить лимфу, чистить лимфу, тут как бы даже не в чистить лимфу, а убрать, чистить лимфу, чтобы почистить, но это то же самое, что можно гонить глиста, понимаете, немножечко не про это, так, сейчас, ребят, посмотрю вопрос, грипп, слезевик, который является причиной многих заболеваний, живет в лимфе, да, да, вот, ребятки, ну что, будем готовиться, да, еще, ребят, я бы хотела, знаете, что, он и есть лимфа, он и есть лимфа, я бы, наверное, я не стану утверждать, потому что я в лаборатории анализов не делала, но то, что это имеет непосредственное отношение, то я вам скажу, это однозначно да, сода как-то влияет на нее, никак не влияет, сода на лимфу, абсолютно никак, точно, точно могу сказать, потому что брали химические анализы у ребят, я это все видела, сама в лаборатории никак сода не влияет ни на слезевик, ни на этот, ни на лимфу, никак не влияет. Ребят, вы все знаете, что я живу в Сочи, вот, и мы, я завтра уже дам информацию по чатам, наверное, уже завтра, да, мы решили, знаете, провести Новый год в одном из мест, завтра дам информацию, чтобы сейчас уже, он будет между Сочи и Геленджиком, ближе к Геленджику, вот, и если кто-то захочет присоединиться в новогоднюю ночь туда, это будет на открытом воздухе, на свежем, рядом с дольменами, если кто-то захочет к нам присоединиться, то я завтра напишу всю информацию, как только нам всего, если нам завтра дадут добро, вот, то с огромным удовольствием вас ждем, ждем с вашими семьями, единственное, что там не будет никакого спиртного, ребят, пожалуйста, а закуски, все, что кто будет кушать, вы с собой перевозите, это будет абсолютно бесплатно, там не будет никакого входа, никакого выхода, это просто будет приятная компания с нами и с вами, вот, как избавиться от лимфы, Леночка, как избавиться от лимфы, но я все же думаю, что лимфа, она постепенно выходит, когда вычищается организм, но вычищение организма, я все-таки не вижу, я все-таки вижу на малоедении, что лимфа в человеке присутствует, и после трех лет лимфа в человеке еще присутствует, а вот человека после, вот, который я видела, вот, у меня нет знакомых три, там, четыре или пять лет, которые не кушают, но есть знакомые, которые семь лет не кушают, вот в них я не вижу, не вижу этой плотности лимфатической, вот так могу сказать. Поэтому, ребятки, я в любом случае с вами выйду еще в эфир перед Новым годом обязательно, завтра напишу информацию, кто захочет присоединиться, у вас еще будет время приехать с каких-нибудь других городов, ну, а если поблизости какие-то города, не знаю, там, Краснодар, Геленджик, Сочи, Армавир, еще какие-то, то очень-очень рады будем вас всех видеть, вот, но завтра еще дам информацию. Я вас всех обнимаю, никуда не пропадаю, и сейчас, наверное, начнется один из самых интересных этапов, самых познавательных, как минимум, в моей жизни. Всех обнимаю, всех люблю, спасибо, что были со мной, спасибо, что задавали вопросы, и надолго не прощаюсь. и надолго не прощаюсь.